Врум-врум-врум! Вот это была бы тема, да! Привет, друзья! Меня зовут Сергей Лав, и сегодня опять в моём... почти моём гараже крафт с авторством Semperfire. Это Bigfoot. Да, к сожалению, его невозможно вам показать, будет в каком-то реальном бою. Это исключительно гаражный крафт, несмотря на то, что разработчики просто своим робокрафт «А ну, леш, ты, и всё такое!» Заяверяли нас, что теперь супер-мега-классные крафты будут играть, и на картиночке даже есть стыбренные, ну, на загрузочном экране стыбренные крафты игроков, но, тем не менее, они не играют, и в бой на них выйти нельзя. К сожалению, и по-прежнему все те же кирпичи, как были, так и остались, и, по сути дела, фриджемовцы сначала сделали плохо, ограничивали, потом сделали то же самое, и это стало мега-обновлением. Да, вот такой принцип работы фриджемов. Но, тем не менее, этот крафт Bigfoot, он просто великолепный, он потрясающий. Честно, я бы хотел на нём играть, потому что это мощь, это прям вот, не знаю, даже по фриду можно компенсировать свою мерку и пипиську размером колёс этого крафта, потому что он просто огромный. Я думаю, все враги сразу же будут понимать, что за ним, за рулём этого крафта сидит настоящий альфачий, вообще он мега-чувак. Мне нравится также, как сделана вот эта подвеска, благодаря вот этим подпалкам, назовём их так, как есть здесь буковки использованы, здесь есть также и комбинация, видите, склонов, есть и округлостей, и, то есть, в крафте использовалось фактически вообще всё то, что фриджемы надобавляли нам за последнее время, и, несмотря на то, что были люди, даже фара, смотрите, как закруглено сделано, это очень круто, несмотря на то, что все как-то не очень хорошо относились, я помню, на момент выхода округлых этих блоков, я прям точно помню, когда все, да фу, да Серёг, да чем они тебе понравились, да это вообще фигня, да фриджемы там ничего не делают, но посмотрите, какая великолепие для нас теперь доступна, благодаря этим самым округлым блокам. И максимум, что я могу, это заехать на нём в практику. Кстати, вот когда я стартанул, у меня прям аж колёса на дыбы встали. Воу-воу-воу-воу, видали-видали, насколько это круто? Вот это я понимаю тему, вот это я понимаю крафты, которые заслуживают того, чтобы быть восхваляемыми и быть в игре, вот ради такого я бы был рад заходить в игру, даже вот не ради там каких-нибудь заработков и так далее. Просто заходить на таких крафтах, просто заходить смотреть на такие крафты. Не то, что там вот унылое происходит сейчас с кирпичемещением уже на протяжении полутора лет, наверное. Ну, что-то покруче, пооригинальнее. Ну, посмотрите, как он выглядит в боевых условиях. Как это просто фантастично круто. Как эти колёса... Ну, на этих колёсах построено не один десяток крутых крафтов. И Формула-1, и Спорткары, и вот Бигфуты. Много-много крафтов, но они исключительно гаражные все. Потому что такие мегаботы они не используются. И разработчики добавили классный декор, но он по-прежнему остаётся исключительно для гаражей. И это печально на самом деле, потому что... Врум-врум-врум! Вот это была бы тема, да. Добавили бы ещё озвучку своих крафтов, как добавили в Машинкрафте. О нём я тоже ролик снял. Вы его увидите либо раньше, либо позже. Но в любом случае, посмотрите, я вам расскажу очень много интересных фичей. И, возможно, этот крафт имеет смысл как раз-таки перестроить в Машинкрафте. Потому что там он будет в разы круче, и на нём можно будет играть. Что немаловажно. Но на этом я буду с вами прощаться. Ребята, не забывайте ставить лайки, поддерживать. По крайней мере, автора. Это уже не первый и не второй крафт, который он присылает мне на обзор. За это ему просто сердечное спасибо. За его креативность, за его старания. И он мне сам писал, что очень большая тёплая... Не критика, а тёплые отзывы, поддержка. Это именно то, что стимулирует творить, сидеть, что-то придумывать. Потому что такие крафты не создаются за 5 секунд. Над ними приходится... Хотя, казалось бы, здесь всё просто. Но каждая мелочь, каждая деталька требует усидчивости и время затратности. Поэтому поддержка, в первую очередь, в его адрес, не в мой. Она поможет ему и он будет, наверное, за это благодарен. И, возможно, порадует нас чем-то ещё. А на этом у меня уже, ребят, точно всё. Не забывайте подписываться на канал, на мой. Если вы на нём впервые. Увидимся.